Тем временем у следователей, кажется, получилось добиться своего. Полтора месяца казалось, что московское дело разваливается, но следствие быстренько нашло новых фигурантов, за которых и общество вступается не так рьяно, как лето. Страсти как будто улеглись, дела новых арестантов превратились в такую малоразличимую вереницу судебных заседаний. Но среди них одно дело выделяется. Три недели назад на очередной суд к Самаридину Раджабову пришел рэпер Оксимирон. Он спросил у Раджабова, который увлекается рэпом, с кем бы тот хотел записать песню. Ну а Раджабов и сказал, что с ним, с Оксимироном. Рэпер на это ответил «Все, я тебя услышал». А сегодня мы услышали совместный трек Оксимирона и фигуранта московского дела Самаридина Раджабова. Как это было, Оксимирон взял диктофонные записи из выступлений Самаридина в суде и несколько недель переписывался с арестованным. По словам Окси, у них получилось наладить что-то вроде рэп-коммуникации. Это была разновидность игры в буриме, попытка продолжить строчки другого, не имея прямого контакта. Так и получился трек «Ветер перемен». Этот поступок Оксимирона выглядит тем убедительнее, что новые песни он публикует в последнее время совсем редко. Но что называется, здесь он не смог промолчать. Один из лидеров рэп-сцены в России последовательно превращается в лидера протестов. Как именно это с ним происходит в сюжете Оксаны Гондюк. Читает Оксимирон про одного из фигурантов московского дела Самаридина Раджабова. В трек вошли строки текста из самого Самаридина, который он зачитал в зале суда. Летом этого года рэпер стал участником протестных акций. От разгромных панчей на рэп-баттлах Оксимирон пришел к активизму. Не хочешь целовать кольцо? Как предсказуемо. Он же вам не авторитет. Вы же типа организуете свой отдельный батл-квартет. Август 2011-го. Лондон. Тогда еще мало кому известный Мирон Федоров. Житель и стенда стал свидетелем массовых беспорядков. Протестующие против безработицы и социального неравенства жгли автомобили, били витрины и ходили с оружием. Тогда погибло пять человек. Под впечатлением от увиденного Мирон написал песню «Восточный мордор». Ее вставили в репортаж РЕН-ТВ о лондонских протестах. Тогда телезритель впервые и узнал о рэпере Оксимироне. И слово стало плотью и кровью. Спустя восемь лет Оксимирон вспоминает те беспорядки в разгар московского дела. В инстаграме рэпер объясняет многомиллионной аудитории, что он видел настоящие массовые беспорядки, а то, за что сегодня сажает ребят мирная акция протеста. Я поддерживаю подсудимых именно потому, что не хочу массовых беспорядков. Ведь если вместо того, чтобы выйти из создавшегося кризиса путем диалога и компромиссов, суды продолжат сажать невиновных на большие сроки по надуманным поводам, то рано или поздно эта бочка рванет. Вплоть до 18-го года Оксимирон отказывался вести разговоры о политике. Он перестал молчать. Прошлым летом поднялся скандал вокруг уголовных дел за мемы ВКонтакте. Несколько жителей Барнаула тогда обвинили в экстремизме за смешные картинки. Оксимирон ступился за фигурантов. В соцсетях тогда шутили. Как же тебе должна была *** действительность, что ты перешел от «я всего лишь писатель, мое дело писать и не ***» к призывам выходить на улицы в поддержку. Я буду петь свою музыку, ай! Самую честную музыку, ай! В ноябре прошлого года рэпер Хаски забрался на крышу автомобиля и выступил перед поклонниками в Краснодаре. За это его арестовали. Оксимирон организовал концерт «Я буду петь свою музыку» в знак солидарности с Хаски. Окси утверждал, что он недоволен не столько преследованием рэпера, сколько ситуацией с музыкой в России. Еще до начала концерта Хаски освободили. Абсолютно одинаковое должно быть отношение, если мы говорим о творчестве. О свободе самовыражения. Оно должно быть одинаковое ко всем. Даже если то, что высказывается, глубоко неприятно вам лично. Если это оскорбляет вас, если это вас оскорбляет, закройте видео и не смотрите. А летом этого года Оксимирон стал лидером протестных настроений в интернете. Он регулярно выкладывает посты в поддержку арестантов и афиши судебных заседаний. «Сядь за текст», — говорит заголовок видео на канале Оксимирона. В сентябре этого года рэпер вместе с другими исполнителями и актерами провели литературные чтения отрывков из классики, которые затем квалифицировали по статьям Уголовного и Административного кодексов. Акция посвящена фигурантам московского дела. Декорации на видео точь-в-точь изображают комнату одного из арестантов. Студента высшей школы экономики Егора Жукова, за которого Оксимирон поручился в августе и готов был нанести залог в 2 миллиона рублей. Где? Укажите нам Отечество, отцы, которых мы должны принять за образцы. Не эти ли грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, великолепные соорудия палаты, где разливаются в пирах и мотовстве. Вот те, которые дожили до седин?